Всем привет. Я командор Маркус Келлан. Мы находимся в центре управления 32-й базы, станции на орбите Сатурна. Сегодня мы поговорим об экспедиции к астероиду Омуамуа, загадочному межзвездному гостю из галактики. Это было давно. В то время по Солнечной системе еще летали устаревшие теперь космолеты с атомными двигателями. Не бог весь что, конечно, но из них выжимали до 10 тысяч километров в секунду, что вполне хватало для исследования внешних планет в разумные сроки. Я прибыл на 32-ю базу в звании лейтенанта. Незадолго до этого задания. Роджер. Контрол. Алгой к 2 градусам. Редущая скорость. Магнитный путь в активе. Акноледжение. Альфа-3. Мы видим виду вашу подход. Доходing порт готов. Лайка свет. Альфа-3. Продолжение следует. Я был еще довольно молод и живо интересовался всем, что было способно развивать хорошую скорость. И вот моя группа получила задание догнать загадочный объект под названием Оу-Муа-Муа и провести его подробные исследования всеми доступными способами. Оу-Муа-Муа – первый открытый людьми еще 19 октября 2017 года объект – пришелец из межзвездного пространства. Его длина тогда оценивалась между сотней метров и километром, ширина – 35 и толщина – 167 метров. В период с 2016 по 2018 годы он просвистел через внутреннюю Солнечную систему по гиперболической траектории со скоростью около 26 км в секунду и скрылся где-то в темном космосе над ее плоскостью в направлении созвездия Пегаса. Споры о его происхождении шли довольно долго, а гипотезы варьировались от формирования в портозвездных дисках красных карликов до искусственного происхождения. Впрочем, что это было на самом деле, нам как раз и предстояло выяснить. Мы нашли Оу-Муа-Муа на расстоянии в одну сотую парсека, ну или примерно 2180 астрономических единиц, в направлении на созвездие Пегаса, примерно в 4,5 градусах на юг от Альфа-Андромеды, Альфератса. Ну, подлетели, выровняли скорости, оставаясь при этом на безопасном расстоянии визуального контроля, провели многоволновые измерения потока, методом микрогравитационных возмущений сканировали внутренности. Объект представлял собой конусовидный, сильно вытянутый кусок скалы длиной примерно 900 метров. Внутри него были обнаружены пустоты непонятного происхождения, неправильной геометрии, напоминающие коридоры, и одна небольшая пещера в геометрическом центре объекта. Ну, запустили, конечно, рой дронов-разведчиков. Они поработали где-то около часа или двух при помощи своих инфракрасных глаз, создали трехмерную карту лабиринта коридоров внутри скалы, а при помощи анализаторов газов было установлено наличие малых остаточных концентраций инертных газов в пустотах ближе к центру. Кроме этого, мы увидели возможность безопасного входа в объект в виде выходящего на поверхность туннеля высотой от 2 до 2,5 метров. Целью более подробного визуального обследования центральной пещеры сформирована группа из второго помощника командора Брауна и лейтенанта Келлала. В 14.05 по корабельному времени группа высадилась с челнока на поверхность объекта в 50 метрах от входного туннеля, ведущий второй помощник Браун. Спуск в центральную пещеру прошел без происшествий и занял 37 минут. Продолжение следует... Продолжение следует... Человечес. Продолжение следует... растущих из пола. В остающейся еще в пещере смеси газов был найден водород в исчезающих количествах. Я обнаружил пластину из сплава на основе кадмия и вольфрама с непонятными знаками и изображением. Вот она. Экспедиция заняла примерно 2 часа и завершилась сбором образцов породы с поверхности и внутреннего пространства коридоров в пяти точках. В общем, если это и было когда-то гипотетическим средством перемещения через космос, оно оказалось давно покинутым. Выводы Омуамуа представляет собой скалу возрастом более двух миллиардов лет с внутренней сетью пустот и коридоров естественного происхождения. Химический состав твердой породы отличается от каменных астероидов, значительно большей до пяти раз концентрации различных металлов. Внутри скалы находится пустота, которая могла быть использована инопланетной цивилизацией первого или второго рода для межзвездных перелетов. Толщина стен скальной породы гарантировала путешественникам защиту от радиации. Объект покинут уже довольно давно, никаких следов разумной деятельности, кроме означенной пластины с иероглифами, обнаружить не удалось. Пластина загадочного происхождения – вот все, что у нас есть. Согласно лингвистическому анализу, проведенному нашим суперкомпьютером, текст представляет собой стихотворное произведение непонятного генезиса. Доклад закончил. Вопросы? А что с иероглифом? Что в нем зашифровано? Искусственный интеллект определил, что могут означать эти знаки, напоминающие иероглифы. Он предположил, что это стихи, примерно вот такого содержания. В бескрайнем просторе, где тихо мерцают звезды, глубоко во сне блуждает одинокая душа. Среди космической пыли и далеких галактик она ищет свой дом – звезду в небесах высоких. Как это романтично! И когда был оставлен этот иероглиф? Метод радиоуглеродного анализа показывает около 23 тысяч земных лет. Кто же написал его? И в каких обстоятельствах? Мы можем только теоретизировать и предполагать. Вот так и закончилась наша экспедиция к Омуамуа. Он и сейчас продолжает лететь где-то в пространстве по своей орбите вокруг центра галактики, потерянный всеми немой свидетель существования инопланетных исследователей, покинувших его по какой-то неизвестной нам причине тысячи лет назад. Что означало это послание? Обращение к нам? Выражение эмоций? Попытка контакта? Мы не знаем. Это проект «Звездный кочевник» и я, командор Келлан. Оставайтесь с нами. Конец передачи. Одиночество звучит в тишине безмолвной, неумолимо тягучее движение времени. Года пролетают, как шепот в ночи темной, и медленно угасают воспоминания о доме. В безграничном море космической мглы в необъятной пустыне тоскует сердце, стремится к месту, что некогда было своим, теперь затерянным где-то в галактической пыли. Затерян в потоке космическом, плывет в бездне. Но где-то внутри еще тлеет надежда, как новорожденная звезда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok